Музей космонавтики 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 аномальных явлений, прежде всего неопознанных летающих объектов. Вот. Ну, вот. Существует более 40 гипотез происхождения НЛО. И, соответственно, такое же количество происхождения пришельцев. Чаще всего упоминают гипотезу внеземных цивилизаций. Эта гипотеза считается больше всего, объясняет явления связанных с наблюдением НЛО. Ее в свое время выдвинули военные люди. До сих пор очень большое количество военных придерживается этой версии. Но до конца она не объясняет всех явлений, которые наблюдаются у нас на Земле и в космосе. Поэтому пришлось привлечь другие, не менее интересные гипотезы. Гипотеза параллельных миров, связанная с ним гипотеза астральных миров. Это гипотеза биополевой формы жизни, выдвинутая академиком Казначемием, которая получила подтверждение реальное. Это гипотеза живой Земли, это гипотеза подбодной цивилизации, подземной цивилизации и многие другие версии, о которых нет возможности в рамках одной экскурсии подробно рассказать. Наша экскурсия посвящена разным аспектам проявления НЛО. И прежде всего, необходимый, наиболее интересный аспект, это вот аспект, связанный с посадками, с крушениями НЛО и с контактами. Вот, контакты можно разделить на три категории. Вот, условно, все, конечно, классификации, которые делаются в уфологии, они делаются с позиции человеческой логики, поэтому они все очень условные. Но, тем не менее, можно выделить нейтральные контакты, лояльные контакты по отношению к людям и явно враждебные по отношению к людям. Вот, но прежде всего необходимо сказать, прежде чем говорить о контактах, наиболее известный случай, связанный с крушениями НЛО и с реальными подтверждениями, которые, значит, у нас имеются. Вот, необходимо отметить такой аспект, вот, что, конечно, в прессе очень много публикаций на тему, связанных с крушениями и с посадками НЛО. Вот, но, значит, не всей информации следует доверять, поэтому мы вот призываем, вот, обобщаться к источникам информации, прежде всего, проверенным. Вот, это информация нашей комиссии, это информация научно-общественного движения «Космопоиск», сайт «Петербург. Космопоиск», это газета «Аномалия» и ряда других изданий. Мы подошли к стенду, на котором находятся экспонаты, связанные с крушениями и авариями неопознанных и летающих объектов. Наиболее известный случай во всем мире – это крушение НЛО в Розуэле, которое произошло в 1947 году. Вот здесь, на нашем стенде, приводится карта, на которой обозначены непосредственные места крушения НЛО. Известно из источников информации, из видеофильмов, из книг о том, что в 1947 году в Розуэле, где у военных, у американцев находилась военная база, вот, потерпели аварии, по крайней мере, два НЛО. Были найдены трупы гуманоидов. Первоначальная информация была о двух трупах гуманоидов. В дальнейшем стало известно о том, что были найдены тела четырех гуманоидов. И здесь представлено на нашем стенде как раз вот изображение этих тел. Подлинным можно читать только вот это из фильма «Вскрытие гуманоида», который в свое время, в 1999 году, был показан у нас на видеокассетах и по телевидению, а в 1995 году, значительно раньше, в Америке и в других странах. В этой части стенда вы можете увидеть фотографию, связанную с крушением НЛО в России. На этой фотографии, которая, как вы видите, попала даже в зарубежные журналы с таким названием «Русский Розуэлл», мы видим изображение объекта овальной формы. В свое время экспедиция киргизского уфолога Миля Бачурина обнаружила этот объект. Первоначально они отправились в экспедицию в составе двух человек и обнаружили вот этот объект. Данные, которые стали им известны, основаны на показаниях местных очевидцев. Никаких артефактов, никаких обломков, никаких тел обнаружено не было. Но зато вокруг этого объекта в свое время было зафиксировано множество следов человеческих. И, как потом выяснилось, на этом месте побывали военные наши. Через несколько месяцев, когда они сделали попытку обследовать уже объект большой группой в составе десяти человек, и кто приблизиться к этому экспонату им не удалось. Место это все было цеплено военными. Ну и еще через некоторое время, когда они сделали еще одну попытку приблизиться к этому месту, изучить объект приборными методами, оказалось, что военных на этом месте уже нет, а на этом месте находился объект вполне земного происхождения. Наибольшее количество контактов связано с контактами, которые связаны с контактами с существами человекоподобного типа. Здесь, на этой фотографии, которая сделана с картины известного уфолога художника Потапова, представлен внешний вид этих существ. По данным художника Потапова, существует две разновидности наиболее часто встречающихся, которые входят в контакты с землянами. Это высокого роста существа, бледнолицы, сетовоосы, среди них встречаются мужчины и женщины. Рост их от двух до двух с половиной метров ростом. Контакты могут быть как телепатические, так и через прямую речь. И вторая разновидность, также высокого роста существа, но очень узкое лицо, раскосые глаза. Здесь у нас не представлена эта картина, но вторая разновидность этих существ также достаточно многочисленна. Эти существа относятся к существам, нейтрально относящихся или даже в отдельных случаях лояльно. Забирают человека на НЛО, никогда не приносят им вред, никогда не проводят экспериментов. Но в результате таких контактов сознание человека изменяется. Вторая разновидность существ, с которыми имеет дело человечество, это так называемые серые гуманоиды или просто серые. И вот эта фигура как раз изображает трехпалое существо, еще условно их называют зетовцы или просто серые названия. Их бывают три разновидности. Трехпалые, четырехпалые и шестипалые. Шестипалые, кто видел фильм «Скрытие гуманоида», те отлично представляют это существо. Трехпалые и четырехпалые здесь представлены у нас в виде скульптур. Все они сделаны на основе подлинных опросов контактеров-очевидцев. Это существо, которое мы видим здесь, еще называют инсектоидное, потому что выражение его лица напоминает выражение насекомого. В контакте оно проявляет себя по отношению к людям враждебно. Забирает человека на НЛО, проводит эксперименты, исследования. И эти эксперименты во многих случаях носят малоприятный для человека характер. Нацелены, как правило, такие эксперименты, по мнению ряда уфологов, на изменение генотипа у этих существ. Есть данные, что эти существа имеют неправильную генетическую структуру. Об этом свидетельствует пиктограмма, которая в свое время была обнаружена в районе Челоболтонской обсерватории в 2001 году в Англии. Здесь у нас представлены серые гуманоиды, которые представляют собой по классификации испанского уфолога перерей, второй подвид гуманоидов, серогуманоидов. Их относит к классу нейтральных гуманоидов. Трехпалый, рост их метр-метр десять, огромная голова землистого цвета, огромные раскосые глаза, на руках и ногах по три пальца. Почему они считаются нейтральными? Потому что в самых первых контактах они проявляли себя по отношению к людям нейтрально, старались избегать контактов, либо вступали в контакты, которые с нашей точки зрения считаются абсурдными. За последние годы к ним стали применять еще термин «целители», потому что появляясь ночью перед тяжело больными, практически безнадежно больными людьми, они в телепатическом контакте стали предлагать свою помощь людям в исцелении. И человек, как правило, давал согласие на подобное исцеление. И исцеление происходило не сразу, не мгновенно, через несколько месяцев, иногда полгода, а иногда даже год. А здесь мы находимся перед фигурой пришельца, который в уфологии называют иорганцем. Контакты с ними происходили на Земле достаточно редко. В частности, зафиксированный длительный контакт на протяжении нескольких лет у одного голландского бизнесмена. На основании этой информации полученной он написал книгу. Зафиксированы были отдельные контакты еще в Америке. В России не было ни одного случая с таким существом. Что о себе они сказали? Обитают они на планете, почти три четверти покрытой водой, и только одна четверть занимает у них территорию суши. Они принадлежат к типу, который освоили не только Землю, но и воду. У них есть наличие признаков, по которым можно отнести и к существам водоплавающим. Это прежде всего, обойтите внимание, руки и ноги с переполками. А здесь мы видим представителей принципиально другой формы жизни. Это первополевая форма жизни. Если человек представляет собой симбиоз белковой материи и набора полей, то эти существа, по мнению ученых и уфологов, представляют собой сгустки полей различной природы. Это не только электромагнитные и электрические поля, но и известные не так давно людям трассионные и лептонные поля. И, возможно, еще поля самой неизвестной человеку природы. И проявляются эти существа в самых разнообразных формах. Не только шарообразные, не только удлиненные, но и, как вы видите, как здесь показано напоминающие по форме человека. Они были зафиксированы в проявлении наблюдения таких существ двух-трехметровых роста. В ряде случаев, и это особенно выглядит страшно, фигуры эти наблюдаются без головы. Наиболее известные случаи, которые у нас в России происходили в Вологодской области, на станции Фарфоровска в 1999 году, еще называют эти существа, эти сущности плазмоидной формой жизни. А за рубежом их еще называют шнеки. Можно сказать, что это одна, предположительно, самая древняя форма жизни во Вселенной, которая появилась. А здесь мы видим представителей машинной цивилизации. Как вы видите, и по внешнему виду, да и по своему поведению, что следует из анализа контактевской информации, эти существа представляют собой роботоподобных существ. Есть две версии их происхождения. Первая версия, что эти существа являются действительно машинами, роботами, и ими управляет. За ними стоит цивилизация, подобная нашей, биологического типа. Но вторая, более экзотическая версия, которую в свое время разработал московский уфолог Фоменко, говорит о том, что на определенном этапе развития биологическая цивилизация создает машины высокоразвитого типа, которые способны не только самообучаться, но и саморазвиваться. И при определенных условиях такие машинные сообщества начинают создавать свою цивилизацию и отделяются от цивилизации их создавшей. Известны случаи в разных странах контакта с такими существами. Представленное существо не является единичным. Они существуют, по крайней мере, по классификации испанского уфолога Перейры, 5 или 6 разновидностей такого же типа. Значительно выше ростом, значительно меньше ростом даже есть существа роботоподобные, напоминающие неких животных. В контактах они ведут себя именно как роботы. Наиболее известный случай, который у нас в России произошел, это вот лет 15 назад под Москвой, когда женщина, проснувшись ночью, увидела перед собой такое существо. Это существо ей сказалось, одевайся и следуй за нами на корабль. Ну, понятное дело, что женщина испугалась и попросила у них разрешение пойти на кухню и помазаться вареньем. Понятно, что женщина решила, что это ей снится. И чтобы избавиться любыми доступными ей средствами, она пришла к выводу, что надо применить все какие средства. Традиционные средства ей помогали. И когда она вернулась назад, этих существ уже не было. В дальнейшем подобные случаи происходили в других странах. И пришли на основании всего вышеизложенного о том, что я сказала, анализируя эту информацию, уфологи зарубежные наши пришли к выводу, что если вести себя неадекватно при встрече с этими существами, говорить вещи, которые не соответствуют поведению нормального человека, то такого человека они не забирают. Ну, это как бы один из способов, как избежать контакта с ними и способов, как избежать забора на НЛО. Кроме представителей цивилизации техногенного типа и биотехногенного типа, о которых я говорила, существует еще и цивилизация, идущая по пути развития биологических способностей. Это всем известен снежный человек или ети, или сосквач. И у нас было на том месте, где я стою, находилась фигура этого снежного человека. К сожалению, ее в настоящее время изъяли в музей войсковых фигур, и мы можем пока показывать, демонстрировать только слепок ноги снежного человека. По опросам, если пообщаться с криптозалогами, почитать их книги, то приходишь к выводу, что это древнее реликтовое животное, обитающее у нас на Земле, обладающее необычными биоэнергетическими способностями. Но, есть одно но. Есть в архивах уфологов много информации, что в ряде стран совершали посадку НЛО, из которых выходили экипажи смешанного типа. В состав таких экипажей входили существа человекоподобного типа, о которых я говорила в самом начале, серые гуманоиды, дзетовцы, и существа чисто внешние, напоминающие снежного человека. Но отсюда не следует, что наш снежный человек – это и есть пришелец, хотя зафиксировано, что места его обитания приурочены непосредственно к аномальным зонам. Но можно сделать предположение, что во Вселенной существуют существа, чисто внешне похожие и имеющие близкое родство с нашим снежным человеком. И можно сделать вывод, как делают этот вывод и ученые-криптозоологи, и уфологи, что это другая ветра развития цивилизации, находящаяся у нас на Земле, биологического типа. На этом стенде у нас представлены фотографии государственных и исторических деятелей, а также фотографии ученых, которые занимаются или занимались серьезно проблемой НЛО. Вот на этой фотографии вы видите изображение известного американского военного и известного исследователя НЛО фон Кевицкого. Этот человек в уфологии известен тем, что в свое время он обнародовал секретные документы, связанные с крушением НЛО в Розуэле. И именно за эту его деятельность он в свое время был изгнан из ЦРУ, а также из Организации Объединенных Наций. Здесь у нас представлены фотографии президентов американских, в частности фотографии американского президента Джона Кеннеди, который собирался обнародовать известные факты, связанные с крушениями, с посадками, с контактами НЛО. И это явилось одной из причин, по которой он был убит, одной из главных причин. То есть уфология и политика, и наука. Здесь приводится у нас фотография известного нашего президента Горбачева. Поместили мы ее по той и по той причине, что он практически единственный отвечал о том, что у нас в России существуют закрытые научные и военные организации, связанные с исследованием НЛО. Не так давно вышла у нас в России книга «Секречные документы КГБ». Некоторые документы из этой книги, а также взятые из других источников, представлены у нас на этом стенде. Здесь вы можете ознакомиться с различными методическими инструкциями, с различными указаниями, с письмами отдельными, которые существуют у военных. И эти методические инструкции существуют и в настоящее время. По этим указаниям всем военным, которые на Бульдале НЛО предписывается информировать вышестоящие организации. То, что вы здесь видите на отдельных ксерокопиях, вы видите, что отдельные строки замазаны черным. То есть не все данные даже в то время при «Секречном» не можем было представлять. Здесь у нас приводится фотография адмирала Комарицына, который на заседании Географического общества, отвечая на вопрос о прещении гибели подводной лодки «Коск», он сказал, что, по его мнению, причина гибели связана с аномальным явлением, которое происходит в этом районе. Под аномальным явлением здесь, конечно, понимается очень широкое понятие. Это может быть не обязательно только столкновение с НЛО, это может быть и тектонический разлом, и энергетические выбросы, которые происходят в этом районе. Поэтому, говоря об аномальных явлениях, адмирал Комарицын, конечно, имел более широкий спектр явлений. Особый интерес представляет контакты, связанные землян, сексуального типа, мужчин с женщинами инопланетного типа и наших женщин с инопланетянами. Наиболее известный случай произошел в Австралии. В свое время молодая девушка пропала на неопределенное время. И когда ее нашли, она не помнила, что с ней происходило. И только потом, когда она вышла замуж, обратилась к врачам по причине того, что у нее отсутствует, не могло долго быть детей, оказалась такая вещь. Врачи сказали, что у нее организм изношен, как будто у нее было много-много детей. И после этого она обратилась уже к известному специалисту по регрессивному гипнозу. Под гипнозом она вспомнила и дала показания, что у нее был контакт сексуального типа с серыми гуманоидами. Вот на этих рисунках представлено изображение то, что эта женщина, то, что эта девушка вспомнила. И она дала показания, что эти существа, серые гуманоиды, извлекали из нее 26 гибридов. Этот случай, ставший известный на весь мир. Подобных случаев зафиксировано во всех практических странах и совпадают во всех деталях. Память у человека блокируется при этом. Вспоминают они детали только под глубоким регрессивным гипнозом. Ну, что можно сказать о подобных случаях? Есть предположение, что эксперименты, которые проводят серые гуманоиды над нашими женщинами, связаны с попыткой изменить свой генотип. Что касается контактов наших мужчин с инопланетянками, то здесь ситуация иного несколько характера. Во-первых, память у них не стирается. И большинство мужчин помнит представительниц другого разума, совершенно иного типа. НЛО техногенного типа может совершать посадки и оставлять при этом круги на полях, на местности. И в основном посадочные пятна, которые обнаруживают на поверхности земли, это два, максимум три круга. Но на этой фотографии, которая представлена у нас на стенде, здесь зафиксировано целых 12 посадочных кругов. Сделана эта фотография в Шотландии в 1996 году. Диаметр каждого круга от 5 до 7 метров. Установлено приборами, что на местах посадки НЛО зафиксированы повышенные электромагнитные поля. Долгое время находиться в этих местах исследователи не должны. У них ухудшается состояние здоровья. И даже в самые первые годы возникала так называемая аризонская болезнь, когда повышалась температура. Известно, что микрофлора, микроорганизмы на местах посадки НЛО, вся уничтожена. И это состояние длится несколько лет. И установлено, что трава вся выжжена. И до 10 лет на этой местности ничего не растет. Таких мест зафиксировано достаточно много уже у нас в разных странах. На этом стенде у нас представлены изображения неопознанных и летающих объектов, которые наиболее часто встречаются в мире. Это дискообразные объекты. Здесь мы видим несколько таких объектов. Среди них особо интерес представляют объекты гигантские. Это реконструкция или рисунок, которые довольно редко людям удается наблюдать. Известно, что подобные объекты гигантского размера, они могут достигать несколько сот метров. И даже до километра зафиксирован на один случай. Посадок такие объекты не совершают, делают только пролеты. Но по свидетельству очевидцев, от них могут отделяться шарообразные объекты диаметром 5-6 метров. И такие посадочные модули могут совершать посадку. И оставлять следы в посадках, о которых я уже говорила ранее. Среди фотографий, представленных на этом стенде, также выделяются несколько наиболее интересных. Напоминающих диск необычной формы, напоминающих шляпу образную с изображениями иллюминаторов по центру объекта. И особый интерес представляет вот эта фотография. Объект этот сфотографирован был в 90-м году мальчиком-школьником с 9-го этажа. Над Ташкентом этот снимок сделан. НЛО, да, завис на расстоянии примерно 200 метров. И сделана была экспертиза в нескольких местах. В Москве, в Санкт-Петербурге, в Ташкенте. Экспертиза показала, что это не подделка. И то, что это не фальсификация, не фотомонтаж. А реальный объект здесь проявился. На снимке видно отчетливо техногенные черты данного объекта. На протяжении короткого времени я рассказала самые интересные вещи из области уфологии. Более подробно можно ознакомиться в музее по аномальным явлениям под названием «Тайны космоса» при музее космонавтики, ракетной техники, которые находятся на Петропавловской крепости с показом видеофильмов. Субтитры создавал DimaTorzok